Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую, с вами Петром Рауфи и вы смотрите ежедневный обзор рынка. В течение сегодняшней программы будем смотреть, что происходит на фоновом рынке, на форекс-рынке и также на крипто-рынке. Разберем ситуацию с учетом всех технических моментов на графиках и посмотрим на потенциал движения внутри дня. Разберем, что произошло с рынками с прошлого раза, когда мы с вами встречались и в целом посмотрим, какой есть новостной фон и экономический календарь, какие релизы сегодня ждать. Сегодня пятница, последний день недели и перед нами 2 дня выходные, в течение которых фоновый рынок и форекс-рынок будут отдыхать. Посмотрим, что можно сегодня в течение дня сделать с этими активами, что можно от них ожидать и в целом каким будет потенциал движения или же волатильность в течение дня внутри дня с учетом ценового движения на графиках метатрейдера. В случае, если будут вопросы или же какие-либо комментарии по поводу активов, которые я, собственно, не разбирал до этого, вы можете задавать. Сегодня, кстати, разберем активы, о которых вы просили перед идущие разы обязательно в конце программы. Я пытаюсь это тоже сделать. Как мы видим, фондовый рынок США уже в течение этой недели, то есть он упал, продлил свой спад. В прошлой неделе он относительно консолидировался, а в этой неделе он падает. Что от него дальше ожидать в целом по новостному фону и по техническому? В случае, если мы смотрим на S&P и Dow Jones в целом, для того, чтобы просто ориентироваться от их движения с технической точки зрения, этот момент нужно разобрать. Фундаментальный момент касательно фондового рынка США сейчас сильно, очень сильно получило как бы эффект от предыдущих встреч ФРС, в течение которых были обговорены моменты о том, что все равно процентную ставку придется повышать. И несмотря на то, что это повышение будет произойти где-то очень довольно поздно, в течение будущих месяцев, будущего года, следующего года, несмотря на это, фондовый индекс относительно падает. А по поводу спада фондовых индексов, по поводу того, что не стоит сильно надеяться на их рост в ближайшее время, об этом мы говорили в начале этой недели. В прошлой неделе это все связано с тем, что просто фиксируется прибыль по всему сектору, и никто еще не отменил сильно высокую инфляцию. И нынешний пузырь, который существует и по сей день на рынках, на фондовом рынке США, и он как бы поддерживается стимулами. Где-то в Китае уже нет, где-то в Японии еще будет поддерживаться этот пузырь, а где-то в Европе, возможно, в ближайшее время тоже не будет поддерживаться. Единственное, что в Европе и в Соединенных Штатах очень трудно с этим моментом разобраться, потому что оба эти страны, хотя и говорят об уже отстощении монетарной политики, но к этому придут, наверное, не так уже рано. Как относиться к данному спаду и что у нас ожидает, что еще, на что можно обращать внимание по поводу сегодня, по поводу недавних новостей, по поводу нефти и по поводу его недавнего спада и недавно в заявлении ОПЕК о том, что, скорее всего, они пойдут на повышение запасов. Как и уже последние три месяца, два месяца, они особо не щадят запасами, они как бы планы по ужесточению никакую не предпринимают. И об этом все знаете, и мы все знаем, что рост цены на нефть по факту его спровоцировали помощью, опять же, на фоне энергетического кризиса и также на фоне того, что просто потребление нефти увеличивается. И с перспективой энергетического кризиса нужно учитывать, что, скорее всего, многие фабрики, многие заводы могут перейти с газа на нефть. И сама эта перспектива относительно тоже помогла цене нефти расти. Еще учитываем, конечно, ядерную сделку Ирана-США, которая тоже не очень понятна, что с ним, что по нем. И любая эскаляция ситуации тоже может в дальнейшем привести к тому, что рост цены на нефть будет продолжаться. По поводу того, что цена на нефть будет упасть, и по факту, по итогам предыдущих обзоров, то есть позавчерашних и позапозавчерашних, когда мы обнаружили эту дивергенцию, уже было сказано по поводу того, что она может упасть и дальше, возможно, скорее всего, может даже не расти. Об этом был, опять же, выдан сигнал на наших обзорах и на других ресурсах по поводу именно этой дивергенции, по поводу того, что цены на нефть, возможно, больше не будут расти. 80 долларов, 75 долларов – это определенная граница, от которого отталкиваются многие аналитические учреждения и крупные банки, которые тоже дают сигналы и прогнозы по нефти и по другим активам. И, как мы видим, ситуация как бы сохраняется по прогнозам в том тренде, в котором оно должно было сохраниться. И по поводу встречи ОПЕК, почему они так недавно заявили, просто связано с тем, что решили спрос сохранить, то есть, опять же, спрос увеличить, потому что сам факт, что заводы и в целом большинство из-за энергетического кризиса могут перейти на нефть и на уголь тоже. Это как бы увеличивает, будет увеличивать спрос на нефть в будущем, поэтому они как бы решили просто этот момент регулировать и занижать цену относительно, для того, чтобы просто сбалансировать спрос и продолжение. Что в дальнейшем может угрожать рынок нефти и может спровоцировать этот спад, сделать так, чтобы он еще дальше упал? Очень важный момент касательно распространения дельта-варианта ковида и о том, что несмотря на прогресса вакцинации, несмотря на то, что многие страны уже вакцинированы в большом количестве населения, несмотря на всего этого, многие из руководителей и из ВОЗа, и из ФТА США говорят о том, что, ребята, нам нужно жить с этим вирусом хотя бы где-то еще год, полторы, два, неизвестно, и его эффект на рынках будет сохраняться. Его эффект распространения и эффект самой статистики распространения, которое, кстати, видно на Bloomberg. Этот фактор может очень плохо повлиять на рынок нефти и в целом на срывы валюты, потому что любой всплеск, особенно в дальноазиатских странах, ближе к Китаю, могут потом перенестись в Китай и на китайское население тоже повлиять, таким же образом, на китайскую экономику, причем, потому что они, скорее всего, могут закрываться очередной раз, либо же хотя бы как минимум закрывать свои порты. Мы знаем, что есть статистика Китая, оно такое в ковичках статистика, и, возможно, многие будут с этим согласны. И в целом, по поводу распространения COVID, да, и по поводу будущей, мы знаем, что холодные сезоны вблизи, и тут сама статистика особо не понижается в последнее время. Как вы видите, мы тут относительно приближаемся к некому минимуму сезонному, от которого статистика всегда начинала снова расти. И сейчас как раз этот сезон, сейчас как раз вероятность того, что новые карантинные меры будут увеличиваться в многих странах. А закрытие китайских портов, это имеется в виду закрытие главного спроса, который есть на нефть. И, как мы видим, этот фактор все еще существует и будет существовать, и будет влиять на рынки, и этот фактор пока еще жив. Какие факторы могут спасать рынок нефти? Как вы знаете, эскаляться ситуацией внешней политики Ирана там с Америкой, в районе Персидского залива, в районе Китайского моря, и в районе Ливии, и в целом страны, которые каким-то образом производят большое количество нефти. По поводу экономического календаря сегодняшнего дня. Пройдемся быстро, чтобы понять, по каким валютам можно ожидать более или менее относительно всплеск или же импульс. Скоро будет индекс диловой активности в Великобритании. Недавно вышел индекс диловой активности в Германии. Негативно в Великобритании тоже, без изменений. Будет еще индекс диловой активности США, который выйдет тоже сегодня, только в 2 часа по МСК. И она тоже негативна. Вы уже, наверное, заметили, что и Китай, и Япония совсем недавно, вчера, их фондовые рынки упали на почве всего этого страха, который уже начало на глобальную экономику повлиять после разорения китайского гиганта недвижимости Evergrande. И что еще сегодня можно ожидать? Канада. Еще индекс потребительских цен еврозоны. И ВВП Канады. Вчера уже, кстати, ВВП США. Сегодня ВВП Канады. И в целом, по поводу канадского доллара, лучше все-таки отталкиваться от ценного движения нефти. И мы, кстати, этому вернемся, позавчерашние прогнозы разберем. По доллар-канадец там тоже движение по факту продолжается относительно предыдущим прогнозам. Мы к этому всему переберемся и посмотрим. И из наших друзей недавно описала нам комментарий по поводу актива, которого он хотел, чтобы мы разобрали. разберем его, исходя из дневного графика. И еще раз я проверю, на самом деле, это то, что мы ищем. Так, да, это оно. Дневной график. Сейчас по-быстрому попытаюсь его разобрать, потому что о нем уже просили поза-поза в прошлых эфирах. Я, к сожалению, забыл его разобрать. Скорее всего, тогда, когда цена была где-то в районе этой поддержки. 50 долларов. На дневном графике, как мы видим, есть определенный момент отбоя, но тут ставить на дальнейший рост немножко опасно. Но все-таки нужно отталкиваться от того, что отметка 50 долларов, 50 долларов и 52 доллара, они являются очень сильной поддержкой, которые должны пробиваться вниз. И в случае, если в ближайшее время они пробьются вниз очень импульсивно или же сильно, не так, как здесь, то есть паранормальными, какими вот такими вот свечами, если пробьются, вот как здесь, то это хороший сигнал о том, что цена, скорее всего, будет укрепляться дальше. Но такое поджатие, такое поджатие, как здесь, видите, к чему приведет? Потому что снижение будет довольно сильное. Поэтому от этой поддержки лучше отталкиваться. Сейчас просто у нас есть еще очередное сужение волатильности, но оно идет в сторону, то есть оно на исходящее сужение. И это не поджатие, это просто на исходящее сужение. И по факту это не плохой сигнал о продолжении восходящего тренда. Исторически немножко данные уровни разберем. И если исторически посмотреть, то вот данная поддержка 50 долларов, которая протестировалась и от которого цена отпилась вверх, является историческим на самом деле, который поддерживало цену довольно долгое время, еще с позапрошлого года. И насколько можем дать потенциал дальнейшего его роста? Мне кажется, 60 долларов это отметка, от которого лучше отталкиваться. 60 долларов, его укрепление цены на 60 долларов, скорее всего, даст нам дальнейшее развитие. Единственное, что нужно обращать внимание, что здесь предыдущий нисходящий импульс и его серединка уже протестирована. В случае, если мы здесь получим ослабление и дальнейший спад, то, скорее всего, это просто даст нам больше времени для того, чтобы подготовиться к дальнейшему его росту и набрать снова позиции где-то на дне. 50 долларов, 52 долларов относительно где-то в этом районе. Импульсивно, если эти отметки протестируются в ближайшее время, это хороший сигнал. Если цена будет к ним поджиматься, это не очень классно, это не очень хорошо. Поджатие, это вот такая вот приблизительно форма имеет. А импульсивный ретест, это вот такой вот формы имеет. То есть двумя свечами и одной свечой. Но поджатие это не очень хорошо, потому что переводит зачастую к продолжению импульса, то есть к пробою, куда они поджимаются, в какую сторону они поджимаются. Волатильность. В целом, фон нужно разобрать этого индекса, что он, откуда он и в целом по поводу его, с какого он сектора, потому что в случае, если что, как вы знаете, секторы сейчас по-разному развиваются. Сектор хай-тек может оказаться в ближайшее время, в ближайшее время под давлением реально очень сильным. Но сектор, который очень сильно и хорошо развивается сейчас, это сектор сырьевых там товаров и так далее. То есть каких-то там металлов и так далее. Они очень хорошо сейчас растут на фоне просто роста цены продукции, которая компенсируется ростом цены на сырьевые товары, то есть на сырьевую продукцию. и из-за этого вот именно этот сырьевой рынок очень хорошо в последнее время растет, пока инфляция продолжается. Любое там ужесточение монетарной политики больших стран может привести к тому, что они могут перестать немножко свое развитие. Поэтому на этот момент нужно обращать внимание, нужно посмотреть, с какого именно класса, с какого сектора этот индекс. Поэтому в случае, если что, посмотрите и проверяйте. возвращаемся к нашим форекс-парам. Как вы увидели, индексы, американские индексы фондового рынка, Dow Jones и S&P 500 уже прорывают очень импульсивно локальные минимумы исторические, которые мы видели. И индекс доллара тоже довольно сильно импульсивно после пробоя локального сопротивления уже два дня консолидируются. Уже два дня консолидируются, и эта консолидация может уже перейти к то есть перейти в фазу нисходящему или же просто перейти к тому, что просто цена на доллар больше не будет развиваться. Исторически есть ли к этому предпосылки какие-либо? Тут есть еще раз напоминаю потенциал, о котором мы говорили еще с прошлого поза, прошлого раза. То есть потенциал роста доллара с прошлого раза, когда мы говорили по итогам поджатия, по итогам обнаружения вот этого вот этого поджатия здесь к данному сопротивлению 93.50 мы давали потенциал по факту до вот этого сопротивления 94.40 И есть еще по факту возможность роста, но я не очень думаю, что технически это возможно для доллара в ближайшее время. Его разворот смотрится гораздо лучше. Вероятность его разворота существует исходя из сильного импульса, который мы видим здесь. какие сценарии по Форекс парам на сегодня евро доллар, фонд доллар, австралий, лец. Возьеландии, как вы знаете, имеют достаточно прямую корреляцию с фондовым рынком США, потому что из-за инфляции они очень сильно в обратную сторону коррелируют с USD, с долларом США. поэтому такие пары как евро USD, фонд USD, австралийц USD и новозеландец USD могут относительно хорошо коррелировать. Как мы видим, они коррелируют с фондовым рынком США очень хорошо, то есть нисходящие импульсы довольно сильные. Но что будет дальше? Давайте по евро разберем дневной график и мы видим, что по факту цена как и предполагалось спустилась ниже к локальной поддержке. То есть она ее импульсивно протестировала. Единственное, что меня смущает, что два дня мы уже закрываемся, свечики закрываются в районе этой поддержки. Но, конечно, ниже этой поддержки неопределенность очень сильная, очень сильная неопределенность. Свечики очень маленькие, это маленькая амплитуда. Но все равно в масштабе средний срок есть вероятность разворота в следующей неделе. То есть в следующей неделе несмотря на всего этого страха, который есть на рынках, в следующей неделе спокойненьким образом снова могут фондовые индексы начинать свой рост. То есть опять же обращайте внимание, что приблизительно прогнозы, которые мы даем по большому счету они срабатывают в течение один день, два дня. Это среднесрочные прогнозы. По поводу внутри дня с евро и с фунтом пока есть такая неопределенность, лучше ничего не делать. Амплитуда очень низкая, есть нисходящее сужение волатильности в районе исторического минимума. Поэтому ставить на дальнейшее снижение очень опасно. Импульсивно использоваться дальнейшим снижением импульсивно в случае если цена будет с очень низкой амплитудой и евро, и фунт, и австралийцы, в ближайшее время с очень низкой амплитудой протестировать 1,16 по евро, 1,35 по фунту, 0,7240 по австралийцу или же 0,69 по новозеландцу на 69,20 по новозеландцу то скорее всего последующий нисходящий импульс вероятность его формирования увеличится. То есть по факту тут насчет скальпинга нисходящего медвежьего скальпинга есть о чем говорить. В случае есть опять же в случае если амплитуда низко сохранится в плане слабости в плане снижения максимума постепеннее снижения максимума главное чтобы мы не получили никакого поджатия к сопротивлению ни по евро ни по фунту главное чтобы мы его не получили соответственно исходя из этого можно будет ставить на исходящее какое-нибудь импульсивное движение которое можно будет воспользоваться но опять же если в ближайшее время сценарий так сложится что в течение дня мы получим по австралийцу по новозеландцу по фунту по евро восходящий импульс сильный который закроется в районе 1.16 по евро и так же по локальным сопротивлению каждого из них то есть 1.35 по фунту 0.72 по австралийцу и приблизительно 0.69 по новозеландцу импульсивно восходящий паранормальный свеча который закроется сегодня в течение дня то есть по факту начнется с локальных поддержек и закроется ближе к этим сопротивлениям то это признак того что исходящее движение будет продолжаться но оно будет очень умеренно и вы скорее всего не сможете на него зарабатывать по медвежьему скальпингу поэтому эти технические моменты обязательно нужно учитывать в целом в целом мы ждем разворота очередного со следующей недели скорее всего в случае если как бы дефолта не будет в США в случае если все-таки общий скрытый вот конспирологический оптимизм который существует на рынках пузыря Соединенных Штатов фондового рынка Соединенных Штатов будет продолжаться если такая такая варианность которого скорее всего есть потому что они просто так не бросят свои рынки не бросят экономику потому что они и так не в самом лучшем положении в плане политически демократическое крыло в США сами помните ситуацию с Трампом как его выбрали и количество оппозиционных меньшинств афроамериканцев и дали других которые тоже голосовали за Трампа они могут снова вернуться на политическую арену а в случае если демократы они покажут что они не поддерживают социум исходя из того что просто они являются как говорится социалистическими по большому социалистическим крылом США дальше мы поскольку времени немножко нас поджимают мы переходим к защитным активам защитные активы они растут во время кризиса когда увеличивается вероятность кризиса какие-либо страхи начинают затрагивать рынки и так далее а если помните позапрошлого раза мы давали вот эту дивергенцию конвергенцию по золоту которая как мы видим сработала по прогнозам конвергенция между минимумами и минимумами RSI и также нисходящий клин в районе локальной поддержки и как мы видим это все перевело к восходящему импульсу но сколько можно на это рассчитывать я думаю что не очень причем потому что мы получили не просто умеренный рост с основания рынка а именно восходящий импульс с локальной поддержки который по факту протестирует в ближайшее время середину предыдущего диапазона и затухает то есть с такой точки зрения технического анализа если смотреть то скорее всего по золоту дальше я думаю что наверное можно не ждать уже последующего укрепления возможно будет голова и плечи рейт сложный пробой 1760 но затем скорее всего всех разведут то есть быков разведут и просто пойдут дальше вне себе по поводу золота поэтому лучше уже как бы воспользовались забрали и ушли по поводу серебра тоже ситуация 2180 2140 протестировались цена снова вернулась импульсом вверх но имейте ввиду что отметка 2220 которая сейчас протестируется по серебру она очень сильная довольно зеркальная не знаю исторически зеркальная или нет но она является довольно хорошей поддержкой сама по себе которая не давала цене падать превратится она ли в зеркальную какой-нибудь зеркального диапазона в будущем я не знаю но главный случай если мы получим укрепление будущее над этой поддержкой по серебру то это может быть хорошим сигналом для золота и для платина но имейте ввиду что любое укрепление цены после захода вниз если мы покупатели после захода вниз локальных минимумов любое укрепление над этим минимумом снова возвращение над этим минимумом должно сопровождаться хотя бы каким-нибудь трендом то есть какими-нибудь движением в канале укреплением очередным хорошими там ретестами глубокими сверху вниз и имеется ввиду паранормальными свечами хотя бы а в случае этого и есть просто продолжение какого-то очень узкого тренда с потуханием амплитуды после захода снова вверх этого минимума то это не очень хороший сигнал продолжение покупок с технической точки зрения по платину тоже с прошлого раза мы ставили на продолжение роста этот рост конечно не так сильно смотрится как по золоту и по серебру и поэтому на него скорее всего можно больше надеяться в плане продолжения тренда есть поджатик зеркальной отметки 960 поэтому друзья по поводу платина возможно мы можем технически быть немножко спокойнее тут очень аккуратная амплитуда то есть тут нет срывов больших волатильностей нету как в серебре и в золоте другие защитные пары такие как франк и иена которые тоже растут во время кризисов и по поводу иены которая выросла очень сильно на фоне выбора нового премьер-министра который обещал продевать стимулы таким же образом давить дальше на иену они выросли особенно доллар иена что будет дальше с еврофранком с доллар франком которые кстати корректируют застряли в коррекции вот насчет еврофранков можно более или менее сказать что очень импульсивный прорив локального минимума и ретест зеркальный отметке 108 относите на зеркальная отметка я думаю что потенциал дальнейшего снижения будет в случае если доллар дальше будет падать не Valley продолжать тут потенциал минимальный который у него еще останавливаю если они фон крюс раскрыл нисходящего движения но и в другом случае если доллар будет продолжать этот потенциал нисходящего движения У него право техническое есть, потому что есть этот потенциал, который мы показали на индексы доллара, у него еще есть потенциал продолжения роста. И у индекса фондового рынка есть тоже потенциал продолжения снижения. И разворота мы ждем, но когда он произойдет, не знаю, опять же. Это недельная разворота, как говорится, которая продолжается полтора недели, неделю и так далее, от которых мы отталкиваемся для внутридневной торговли. И по поводу доллар-франка. Смользуется гораздо сильнее, чем евро-франк. И нисходящий тренд тестируется. Тут тоже, друзья, особенно исходя из дневного графика, из ложного пробоя относительно этой отметки. Можно сказать, что да, возможно, есть потенциал роста, но он очень-очень-очень спекулятивный. Очень спекулятивный. Он просто может всех развести, просто всех быков развести и просто вернуться снова вниз. А в данном случае в ближайшее время продолжение спада не исключаем. Но единственное, что 90.0, 90.0, 90.2, 80 могут протестироваться. И в случае, если мы уже имеем ретест и ложный пробой локальной поддержки вот такими вот двумя барами, то это уже показывает, что внутри дня, по факту, вероятность продолжения роста тоже присутствует. Это канал. Внутри него можно торговать. И это не просто горизонтальный канал. На него можно обращаться, к нисходящему каналу или сильное сужение волатильности. Нисходящее после прорыва локального максимума, который тоже неплохой сигнал о продолжении тренда. В случае, если доллар не будет разворачиваться вниз. По поводу нефти мы, в общем, рассказали. Единственное, что не разбирали конкретно. 74.40 очень важная отметка. И укрепление над ним, закрепление под ним может определить его дальнейшее движение. Сильные такие вот движения внизу этой отметки, то есть сильные импульсивные заходы вниз этой отметки, это сигнал продолжения общего роста. По поводу нефти мы все еще ждем. Его разворот произойдет, но мы еще ждем. Мы знаем, что ОПЕК-то решил там себе увеличить запасы. Но имейте в виду, что особенный, важный кризис придет, когда Китай порты свои закроет и так далее. И конфликты, которые продолжаются по сей день в Средней Азии, и внешняя политика демократов, она никак не может способствоваться тому, чтобы рынок нефти стабилизировался. Во время Трампа стабилизировался рынок нефти очень хорошо, потому что это был единственным главным, главной целью Трампа. Он для этого все сделал, он для этого и подружил арабов с израильтянами, он для этого и очень сильно, очень точечно работал с противниками в Средней Азии, в Ближнем Востоке. Он очень аккуратно к этому относился, очень сильно старался, создавал разные заседания, участвовал в заседании этих нефтяников, очень сильно старался, чтобы этот рынок держать в каком-то определенном хорошем состоянии. Сейчас рынок нефти по факту под угрозой и ковида, и дельта варианта, и закрытия портов. Но единственный вопрос, который вы можете поддержать, это как бы сделка ядерная с Ираном. В случае, если по нему не будет никаких опасных моментов, моментов каких-то, не знаю, там, сильно, которые будут сильно расшатать всемирный социум, то, скорее всего, возможно, он не будет, этот фактор не будет очень сильным. Если Иран все-таки согласится снизить процент обогащения урана, в случае, если этого не будет, то рынок нефти имеет повод хорошего для дальнейшего роста. Доллар, Канадис, как и со вчера говорили, вероятность продолжения его консолидации, как мы видим, продолжается. То есть, именно вот вчера мы давали этот диапазон, и, как мы видим, по факту внутри этого диапазона цена консолидируется. Единственное, что недавно РТС поддержка этого диапазона хороший сигнал дальнейшего роста, и это все просто благодаря роста доллара у него еще есть потенциал, он может еще расти, и рынок нефти пока консолидируется. Вот общая тенденция, она растущая, но консолидация есть, существует, и мы на это обращали внимание еще в прошлом эфире и давали диапазон с целью торговли именно в диапазоне. То есть, намек был на вероятность продолжения консолидации. А биткоин и эфириум растут, друзья, растут вопреки нашим ожиданиям, они растут. Единственное, что не точно, не 100% вопреки ожиданиям, по поводу того, что они могут в ближайшее время протестировать локальное сопротивление, мы говорили в прошлом обзоре тоже. И единственное, что говорили и акцентировали ваше внимание на то, что эти заходы сильные, импульсы паранормальные, по сравнению общему тренду и по эфириуму и по биткоину, они будут, но они спекулятивны с целью того, чтобы снова сбросить быков. Пока биткоин фундаментально не иметь никакого хорошего фона и эфириум более или менее контролируемый. Если движение на 3000 будет продолжаться, это хорошо, я не думаю, что это движение будет продолжаться. Очень сильно похоже на головой и плечи. И в целом, то есть, консолидация, всплеск вверх консолидация или же ложный пробой. То есть, очень похоже на ложный пробой или же головой. И поэтому, ну, как бы потенциал, конечно, есть, 3200, 3100, там, 86, но даже, возможно, 3240. Но затем ждите, нужно просто выйти. Это, скорее всего, может являться последним импульсом. Не то, что прям последним-последним, но последним восходящим импульсом в ближайшее время. Выходные еще впереди. Можно посмотреть, как они будут разворачиваться. И биткоин, эфириум, биткоин, приблизительно от отметки 47-45. Отметка 47-45 очень важная отметка. По поводу него в прошлый обзор я говорила, что, скорее всего, эти отметки могут протестироваться. Как мы видим, сейчас они уже будут протестироваться. Но после него, особенно исходя из того, что очень импульсивно идет свеча, и она может закрыться в районе ближайших сопротивлений, нельзя говорить, что можно на это рассчитывать. То есть, импульс, который нас поднял от психологической отметки 40 тысяч к ближайшим сопротивлениям или же зеркальным отметкам, он очень сильный. Это очень сильный импульс. Это неумеренный рост. Да, есть определенная консолидация посреди дороги, посреди пути, но на него рассчитывать технически невозможно. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Извините, что так долго. В случае, если у вас будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. И не забудьте обязательно подпишитесь на наш канал. И нажмите на колокольчик. Почему? Потому что у нас бывают живые эфиры, онлайн-эфиры, с Александром Михайловичем Герчиком, с Сергеем Заботкиным, также с Виктором Макеевым. С разных точек зрения, разные обзоры, разнообразные акции, очень разные рынки, они все разбираются. На том канале обязательно посмотрите, они очень полезны. Вам понадобятся для того, чтобы вы могли более спокойно торговать и просто меньше заботиться об этих лишних вопросах, как говорится. Все для вас, друзья. До следующего раза, до понедельника. Всем хорошей торговли. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok